Кто стоял за Брекзитом? По версии американского телеканала HBO и британской BBC, главным виновником развода Великобритании с Евросоюзом является Доминик Каммингс, человек, который возглавлял компанию Vote Leave. Это реальный, а не выдуманный персонаж. Один из британских журналистов назвал Каммингса самой важной фигурой современности, о которой не слышали 99% населения Великобритании. Подробнее о том, какую роль Каммингс сыграл в Брекзите, повествует одноименный фильм режиссера Тоби Хейнса. Он выйдет на HBO в январе 2019-го, но один уже трейлер породил много шума в интернете. Главную роль в Брекзите исполняет легендарный Шерлок Холмс, Бенедикт Камбербэтч. Политическая драма рассказывает о закулисье Брекзита, о том, как и почему миллионы жителей Соединенного Королевства, которые ранее не принимали участие в голосованиях, пришли на участки и высказались за выход страны из Евросоюза. Из трейлера следует, что сделали они это в результате массированной кампании в соцсетях. Ровно то, о чем мы говорили применительно к Соединенным Штатам буквально пару минут назад. И сейчас в нашей студии директор RTVI Нью-Йорк Екатерина Катрикадзе. Да, Катя, приветствую тебя. Ну что, у нас теперь Russia Gate, у нас, точнее, даже тема вмешательства посредством соцсетей в американские выборы. И троллинг перекочевывает по другую сторону океана теперь Великобритании. Но, Гарри, тут очень важно понимать, что по просмотру этого трейлера, который мы все видели, не скажешь, кто там, собственно, та самая сила, которая влияет на те или иные процессы Великобритании, поскольку там русского тролля нет как такового. Но это трейлер. Мы не знаем, обнаружится ли он в самом фильме. 9 января состоится премьера, так что ждать, в общем, недолго осталось. Но, Гарри, я должна тебе сказать, что этот трейлер и сам факт возникновения такого кино, художественной, скажу тебе, ленты, произвели просто невероятную реакцию в социальных сетях и огромный взрыв возмущения со стороны тех людей, которые считают, что, собственно, снимать вот эту ленту слишком рано. То есть, Брекзита еще нет. Не отлежался еще. 29 марта 2019 года Великобритания достигнет дедлайна. Мы сейчас находимся еще в 2018 году, то есть настолько рано, слишком рано. Это главный комментарий, который я вычитала сегодня среди тех людей, которые комментируют, собственно, предстоящий релиз этого фильма. Мы понимаем, и мы несколько дней назад это очень подробно обсуждали с нашими гостями в рамках сквозного эфира, что Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, находится в самом эпицентре войны за Брекзит. Более того, мы понимаем, что вполне себе возможен второй референдум о выходе Великобритании из Европейского Союза. В этих обстоятельствах делать кино, в котором играет Бенедикт Камбер-Бердж, это просто такая попытка вмешательства в британский демократический процесс, пишут некоторые комментаторы, потому что этот актер, это Шерлок, он вызывает абсолютно позитивные эмоции у зрителя. Какой бы он ни был по фильму, сам факт того, что именно этот человек играет, уже гарантирует успех и гарантирует некие предпочтения зрителя. Но мы, конечно же, спросим у человека, который, собственно, в Лондоне работает и живет, нашего постоянного гостя Дмитрия Сошина, он сейчас с нами на связи, и Дима, наверное, лучше нам опишет и объяснит, почему такие эмоции вызывает эта лента. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Я вот вас слушал сейчас и обудился, а почему, собственно, Камбербачу не сыграть этого человека? Я считаю, как раз, что это идеальная кандидатура. Почему? У меня вопрос. В Великобритании есть другие актеры? Потому что это уже такая шутка, да, если в России кто-то, кроме Безрукова, но теперь, может быть, Козловского, в Великобритании, кроме Камбербача, есть вообще кто-то? Хочется, да, хочется плохую шутку, вы не бойтесь, я матом не буду говорить, но, знаете, как это, театра нет, остался цирк, поэтому, ну, нельзя сказать, что все сплошные клоуны здесь, это, конечно, будет грубо, но на самом деле актеров очень много. Но что касается Камбербача, не задолго до референдума я снимал интервью с ним, не по поводу Брекзита, а по поводу как раз Шерлока, и было известно, что он активно выступает против Брекзита, он активно голосует, он сторонник, значит, Союза, да, Съезда. Ничего себе, как интересно, а он сыграл при этом того самого человека, который во многом определил исход? Нет, но надо посмотреть, как он его сыграл, вопрос не кого он сыграл, а вопрос, как он его преподнесет. Если судить по трейлеру, а по трейлеру вообще лучше о фильмах не судить, то он, конечно, нарисовал дьявола, ну, то есть, я не знаю, получится ли эта роль его лучше, чем то, что вот он изобразил Лос-Анджелес совсем недавно, да, вы помните этот фильм, вот, шумный, но, на мой взгляд, не слишком яркий, вот, но Камбербач, я думаю, это в точку, абсолютно в точку. Ну, хорошо, но вот та аргументация, которую я вычитала пока, Дмитрий, она связана ровно с тем, что у Камбербэтча очень хороший рейтинг, очень позитивный, он вызывает эмоции среди зрителей, и, дескать, как бы он не сыграл, собственно, Каммингса, да, он в любом случае вызовет позитивный отклик у аудитории. Вы не согласны с таким подходом? Ну, актер даже такой блестящий и такой тонкий, как Камбербач, он не может перехитрить сценарий, он не может, то, что называется, переиначить идею фильма. Я думаю, нам надо посмотреть сначала, что за фильм, потому что я смотрю и блогеры, и газетчики, и телевизионщики, они по-разному его себе представляют, но никто его еще не видел, понятное дело, да, поэтому судить еще рано. Я думаю, что Камбербэтч, это мое предположение, это как, знаете, Пастернака не читал, но... Но осуждаю. Да, 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 но осуждаю. У меня такое ощущение, что все-таки Камбербэтч вложил... Камбербэтч, наверное, старался сыграть так, чтобы этого человека не любили. Я думаю, что так. Судя по тем ремаркам, которые из трейлера, судя по тому, что кое-где углядели журналисты и так далее, вот, и судя по, естественно, по политической позиции Камбербэтча, он никогда не давал больших интервью по этому поводу, но известный анти-брекзитер, поэтому, ну, вот, это мой ответ. Дмитрий, а давайте по поводу персонали, в общем-то, одного из героев, собственно, главного героя, да, Доминика Каммингса, пройдемся. Вот многие же в Британии его осуждают за его роль в Брекзите, по крайней мере, те, кто против этого самого Брекзита были. Те, кто знают. Да, вот кого-то из компании «Водлив» обвиняют в финансовых махинациях. Давайте о этом персонаже самом, о Каммингсе, и насколько он в том образе, в котором он предстанет в этом сериале, действительно сыграл деструктивную роль, насколько он увел Великобританию из ЕС. Я думаю, что то, что фильм выстраивается вокруг него, это абсолютно правильно, потому что это невероятно интересный персонаж. Он относительно молодой человек, он 71-го года рождения, учился в Оксфорде, он историк по образованию, он связан с Россией, вы будете смеяться, но он, судя по Википедии и некоторым другим данным, он в свое время пытался построить коммерческую авиакомпанию. Значит, рейсы связанные, если я не ошибаюсь, вот меня могут поправить, люди могут загуглить, из Самары в Британию рейсы он пытался проложить. То есть он, я один раз его видел на встрече во время агитации по Брекзиту. Я четко видел, как он, то, что называется, тянул ниточки, как он разговаривал с Майклом Говом. Если говорить коротко, как бы он, значит, долгое время, то, что называется, ошивался вокруг консервативной партии, пытался, был в различных группах, которые пытались ее реформировать. Но с 2007 года он работал помощником Майкла Гова. Да, сейчас это один из ближайших соратников Терезы Мэй. Это человек, который занимал различные министерские посты и человек, который сразу после Брекзита скинул так очень ловко Бориса Джонсона. Не дал ему стать новый премьер-министром. И вот в этот, да, в этот период, я думаю, что, значит, да, еще интересный момент, еще в 1999 году этот персонаж ввел активную кампанию против введения в Британию евро. И, как вы понимаете, кампания была успешна. Ну, не знаю, насколько здесь роль самого Каммикса была большая, но, тем не менее, он в этом деле тоже участвовал. Поэтому, вы знаете, когда на него смотришь, как он говорит, какая у него скороговорка, вот я вспоминаю Березовского. Вот такая вот... Чего себе? Человек очень быстро, очень сухо мыслит. Человек рисует моментально какие-то себе в голове проекты. Человек думает очень вперед, очень быстро. При этом он очень здорово технически подколом. Собственно, я так понимаю, большая часть фильма будет связана с тем, как он совершенно, ну, не то, что феноменально, а ловко использовал все социальные сети в том, чтобы протолкнуть вперед свои идеи. Опять соцсети. Как вы думаете, Дим, там все-таки российский след будет присутствовать в этом фильме, если мы пофантазируем совсем немного? Вы знаете, фантазии могут далеко увести. Нет, я думаю, что есть персонаж, который боком пересекался с Каммингсом, его зовут Аром Бэнкс. Это крупнейший спонсор брикзитеров. Человек, который вкладывал миллионы фунтов в компанию VoteLeaf, и против которого в настоящий момент ведется расследование, поскольку был выявлен колоссальный перерасход этих средств. Так вот, Аром Бэнкс, судя по данным британских журналистов, несколько раз во время подготовки к референдуму встречался с послом России в Лондоне. О боже, снова посол России. Эта история тянется уже довольно давно. Он якобы, Бэнксу предлагалась помощь в приобретении очень выгодного золота, добывающего бизнеса в России. Сам Арон Бэнкс, он финансист, он, я так понимаю, сделал большие деньги на страховом бизнесе. То есть он хороший инвестор, он занимается страховым делом. Газетчики активно раскручивают вот эту связь России и Бэнкса, пытаясь показать, как бы, ну, пытаясь вытянуть ниточку, что вот он все это делал в интересах России, и, соответственно, Россия ему за это, как бы, предлагала выгодные контракты. Но, насколько я понимаю, ничего пока не нашли. То есть ничего криминального, в общем, не было в том, что предприниматель встречался с послом, такие вещи происходят. Поэтому вот сейчас, я бы сказал, последние 2-3 месяца не шумит, особенно по этому поводу. А Джон Вароли у нас на связи все еще? Да, как подсказывают коллеги, Джон должен быть с нами по-прежнему. Джон, если вы нас слышите... Я слышу. Да, здравствуйте. Я присоединилась, Джон, к эфиру Гарри Книгницко. Можно я сразу один вопрос Джону задам? Вот скажите, пожалуйста, я знаю, что вы такой здоровый скептик, насколько я понимаю, ваше отношение к некоторым тем или иным процессам, событиям США. Но вот я читаю комментарии одного из активных пользователей соцсетей, и человек пишет, вообще, то, что американский HBO рисует нормальным парнем, это вот только предположение, да, вот Дмитрий Сошин говорит, что там не будет нормального парня, но тем не менее, да, рисует нормальным парнем предводителя движения «Голосуй за выход», Vote Leave, да, это то же самое, как если бы наш BBC снял фильм о президенте и президентстве Трампа. И, дескать, вы вмешиваетесь в нашу систему правосудия, когда снимаете такое кино, еще до того, как Brexit состоялся. Как вы считаете, можно такие оценки давать? Они вообще уместны? Да, ну как, хорошо. В общем, мое мнение, я как человек, который часто бывает в Англии, который объезд в эту страну. Вы только вот были в Лондоне, только что буквально. Да, очередной раз я был в Лондоне, я езжу по стране, и почва, почва точно был давно готова к Брекситу. Что это значит, что много людей действительно симпатизировалось с этой идеей. Не подавляющее большинство, но может быть ровно действительно половина. В чем была проблема? Прилив эмиграции за последние 20 лет. Не забудьте, мы американцы, мы страны эмигрантов, поэтому лично я спокойно отношусь к эмигрантам, и я думаю, почти все американцы тоже, как только это была легальная эмиграция. Но когда касается Европы, где там есть один народность, Германия, Франция, но в Англии там двое народности, да, шотландцы и англичане. Эта тема эмиграция очень острая, очень сложная, шотландцы и англичане. Это уже фактически не народ, но это уже мало осталось. Но давай три, хорошо, три, давай три. Три, да. Но я все-таки ирландцев, как минимум, которые в Северной Ирландии живут, причислил. Но они не настоящие ирландцы, они выходили из Ирландии 400 лет назад. Сейчас мы куда-то очень глубоко ушли. Так вы говорите, что люди были страшно недовольны наплывом эмигрантов. Да, и это была почва, которая создала почва Глаб Брекзита. Но вмешательства и манипуляции были? Да, на счет Минавглаба, манипуляции, говорю правду. Я знаю, которые занимались этой темой, они говорили, да, мы попытались промывать мозгов людей, чтобы они голосовали за Брекзита. Это лично мне не говорили. Это я не читал, мне еще раз подчеркну, мне не говорили это. Люди, которые занимались промыванием мозгов. Но еще раз, любое промывание мозгов не будет результатно, если почва не готова. Но это мое мнение. А Дмитрия Сошина, который в Лондоне живет, работает, давайте тоже спросим. Дмитрий, вот насколько почва была готова, на ваш взгляд, и насколько эффективны были дополнительные манипуляции, например, в социальных сетях, на ваш взгляд? Если бы этих манипуляций не было, то... Я, наверное, в чем-то соглашусь с коллегой. Я думаю, что, возможно, то, что называется, семена вот такого вот недовольства... Понимаете, вот опять-таки, возвращаясь к этому трейлеру, там персонаж главный роняет фразу «Мы должны поднять людей против эстеблишмента». Они очень хорошо почувствовали, что долгие годы, долгие десятилетия и простые люди, и те люди, которые голосовали за консерваторов, они постепенно теряли связь с консерваторами. Они чувствовали, что они совершенно не отражают их интересов, они совершенно не заботятся о людях. И Каммингс, на мой взгляд, очень хорошо на этом сыграл. И миграция, да, я подписываюсь с этим, потому что это было очень эффективное оружие со стороны Vote Leave и со стороны любимого Найджела Фараджа, которого, да, который появлялся на митингах и возил за собой огромные плакаты, показывая беженцев, значит, идущих колоннами по Восточной Европе. Поэтому, наверное, народ был готов, но, я бы сказал так, его, конечно, здорово подогрели. Его здорово подогрели. А там еще, обратите внимание, Гарри, я прошу прощения, я просто маленькую реплику, потом Гарри задаст вопрос. Там я видела человека, похожего на Бориса Джонсона в этом трейлере. Да, я тоже заметил, да. И это поразительная сходка. Или, может быть, мне кажется, и просто кому-то сделали такую характерную прическу, но довольно круто, что вот живого человека, буквально еще его кресло не остыло в Министерстве иностранных дел, а его уже показывают в кино. Извините, Гарри, пожалуйста. Мне интересно, Дмитрий, что вы сейчас скажете. Вы, Джон и Катя, вот наш коллега Денис Малинин исследовал Твиттер, и по поводу как раз вот этой вот работы он обнаружил некоторые высказывания. Например, Скотт Фри пишет в Твиттере. Дорогой HBO, это несколько безответственно выпускать фильм-катастрофу в тот момент, когда мы еще переживаем эту катастрофу с уважением, Великобритания. Насколько ответственно или безответственно, Дмитрий, сначала к вам вопрос, ко времени или не ко времени это выпускать? Я думаю, что ко времени. А почему бы и нет? Ну, понимаете, как это, если происходит какая-то личная трагедия, или если происходит, не дай боже, там какой-то теракт, или какая-то техногенная катастрофа, конечно, надо переждать. И это катастрофа. Это огромный политический, экономический и исторический такой вот слом. Это приход эпохи. А ведь, понимаете как, мы должны... Ну, как говорят, слово есть такое хорошее. Вот сегодня в газете, завтра в куплете. Вот сегодня в новостях, завтра это должно быть в сериале. Вот уже завтра должны это в сериале показывать. Это реалии. Я считаю, что это абсолютно нормально. Я считаю, что абсолютно так живет. Не, ну, простите, ребят, вот вы сидите в Нью-Йорке. Что-то происходит интересное, да? В карточном домике моментально появляются какие-то персонажи. Я только хотел Кате спросить про аналогию с карточным домиком, в котором Катер совершенствует разбирается. Да, извините, что я вот как бы, да, стащил это. На мой взгляд, я не вижу никаких абсолютно проблем в этом. В общем, люди воспринимают с болью Брекзит, очень многие. Но, возможно, я даже думаю, это будет полезно, такой фильм увидеть именно в этот момент. Но если у него будет определенное, а это невозможно избежать, это обязательно будет присутствовать мысль некая, да, сверхзадача, вывод в этом кино. И будет ли, например, этот господин, как вы, прости господи, Каммингс ангелом, или он будет каким-то злым демоном, да, в любом случае это влияние на аудиторию, это влияние на умы миллионов, тем более, когда мы говорим о художественном фильме, если он талантливый, а тем более там играет талантливый, без всяких сомнений, актер. Вот в этом контексте есть возражение, да, вот вышла бы Великобритания, и Великобритания из Брекзита, господи, из Европейского Союза завтра, и завтра бы и снимали, а снимают сейчас, когда еще ничего не решено, и ничего не понятно. Вот в чем вообще претензии, насколько я понимаю. Ну, во-первых, это показывают не по BBC, не по ITV, Channel 4, это вот самые большие коммерческие каналы, это показывают по HBO, то есть у вас должна быть трудовая копеечка, там, фунт, чтобы заплатить за... Это наш американский HBO, да-да-да. Но он теперь уже общий, извините меня, можно и в Британии зайти, да-да. Интернет, он есть у всех, абсолютно, да. Поэтому, да, поэтому я, нет, я не вижу проблем, если бы BBC-шники давали этот сериал, допустим, так вот, в прайм-тайм за несколько недель, а, кстати, в январе же будет голосование, да, по поводу, значит, плана Терезы Мэй, и вся эта шарманка политическая после Рождества снова будет играть. Вот если бы BBC запустили, да, вы были бы абсолютно правы, да, тогда действительно было бы влияние, это эфирное телевидение, которое можно из утюга посмотреть, поэтому тогда да. А это нет, я считаю, что нет, может ли это повлиять как-то на, если вдруг будет второй референдум, да, возможно, это повлияет, но они не нарушают закон, те люди, которые придумали, ну, я, например, не вижу, я не юрист, но я не вижу никаких проблем. Это делает, это выпускается на частном канале видео-он-деманд, да, собственно, а в чем проблема? А давайте Джона спросим. Да, и, Джон, ваша точка зрения, насколько это своевременно, не своевременно, вот так вот в процессе уже делают. Не сошли ли с ума вообще люди, которые работают в киноиндустрии? Как можно, вот немедленно, у нас еще в самом разгале, а они уже? Ну, они как, они хотят деньги зарабатывать, это нормально, у нас свободное слово, они хорошие бизнесмены, понимают, что сейчас действительно это тема дня, это очень горячая тема, и можно зарабатывать, нужно получить много зрителей и зарабатывать деньги. Но тоже в одно время я хочу задавать вопрос, кто финансировал этот фирм, кто спонсор, кто инвесторов, и какие, ну, какие у них, как это, партийная лояльность кому, к демократам, к Республиканцам? Это HBO, это HBO, мы не знаем, к кому. Ну, скорее всего, либералы, скорее всего, либералы-глобалисты, я могу так предполагать. Но все равно хотел бы, чтобы журналисты ввели расследование на эту тему, было бы просто интересно. Но еще раз, самое главное, у нас свободное слово, и они могут делать то, что хотят. Понятно. Что ж, большое спасибо, Джон. Джон Вароли, журналист, с нами на прямой связи был из Соединенных Штатов. Наш коллега-журналист Дмитрий Сошин был с нами на прямой связи из Лондона. Благодарю вас. Большое вам спасибо, коллеги. Ну и в Нью-Йоркской студии директор RTVI Нью-Йорк Екатерина Катрикадзе. Спасибо, Катя. Спасибо тебе, Катя.